Теория заговора Теория заговора То почему же теории заговора бесконечно обсуждаются? Почему на вышучивание и окарикатуривание подобных теорий, доведение их до полного и явного абсурда, тратятся такие значительные средства? Почему на дискредитацию тех людей, которые такие теории выдвигают, средства массовой информации не жалеют сил? Право слова, что-то тут не так. Между прочим, когда о чем-то или вообще не говорят, или напротив слишком много говорят, или слишком остро реагируют, то дело не чисто. Ведь, чтобы заткнуть всем глотки, надо иметь, во-первых, серьезную власть, а во-вторых, серьезный мотив. И то же самое требуется, чтобы развернуть какое-нибудь масштабное долговременное обсуждение. В данном случае мы имеем дело со вторым. Само по себе отношение общества к теориям заговора очень показательно. Когда начинаешь анализировать данный феномен, то сразу выходишь на характернейшие признаки манипуляции сознанием. Теория заговора, говорите? Ха-ха-ха! А на вопрос, что вас так рассмешило, мало кто вообще снизойдет отвечать. Подумаешь, какие глупости! То есть, диалог не складывается, отношение к проблеме вбито в голову настолько сильно, что даже не требует доказательств. Однако, если все-таки и удается разговорить оппонента, то в большинстве случаев аргументы не будут предоставлены. Здесь имеет место внушение, то есть принятие идеи без ее критического осмысления и понимания ее сути. А ведь это стержень манипулятивных техник. Смотрите, если теория заговора столь нелепа. То почему же для борьбы с ней потребовалось применять манипуляцию? Расскажите все как есть. Покажите, почему такая теория неверна и абсурдна. Короче, вбейте в гроб последний гвоздь и забудьте о ней. Но нет! В жизни все происходит не так. Вместо объяснения манипуляция, вышучивания и окарикатуривания, то есть, по сути, опровержения отсутствует. Запомним этот важный момент. Он нам еще понадобится. Ну а коль скоро в официальных средствах массовой информации о теориях заговора по существу нет ничего, то придется нам разбираться самим. Давайте сначала разберемся с тем, о чем вообще идет речь. Еще одной чертой, характерной для манипулятивных технологий, является расплывчатость определений. Отсутствие ясности в вопросе позволяет манипуляторам наклеивать ярлыки на целый спектр разнородных явлений. Джордж Энтин, почетный профессор Пенсильванского университета, предлагает следующую трактовку сути теории заговора. Заговор – это противозаконные действия небольшой, работающей в тайне группе людей, вознамерившихся осуществить поворот в развитии исторических событий, например, свергнуть правительство. Теория же заговора – это попытка объяснить события или ряд событий, как результат заговора. Конспиративизм, как менталитет, рассматривает все существенные события с позицией теории заговора. Интернет-энциклопедия Википедия давала очень похожее по сути, но уже окарикатуренное определение теории заговоров. Теория заговора – подразделение конспирологии, наиболее широко отраженное в произведениях искусства и в средствах массовой информации. Сущность явления – вера в то, что существует один или несколько тщательно скрываемых заговоров сильных мира сего – президентов, высокопоставленных сотрудников спецслужб, богачей, глав международных организаций, религиозных иерархов, членов тайных обществ и так далее. Обычно целью этого заговора указывается оболванивание и порабощение человека или, по меньшей мере, стремление участников заговора к неограниченной власти. Не следует путать с феноменом дворцовых заговоров. Существуют так называемые «малые» теории заговора. Они дают иную, отличающуюся от официальной трактовку, лишь отдельных исторических эпизодов, называя главными действующими силами разнообразные тайные силы. Давайте сначала очистим определение от излишней манипулятивной эмоциональности. После этого зададимся вопросом, а обязательно ли действия заговорщиков должны быть незаконными, на чем настаивает Энтин? Я думаю, данное ограничение совершенно излишне и сужает объект нашего исследования. В итоге получим, что с точки зрения теории заговора историческим субъектом является группа влиятельных лиц, поставивших перед собой определенную цель и добивающихся ее. Вот скажите мне, что в данной трактовке нелепого и настолько смешного, что практически полностью блокируют любые обсуждения состоятельности теории заговора? Никого же не удивляет факт существования лоббистской деятельности определенных влиятельных организаций. Сам термин «лоббизм» не вызывает недоверчивого хихикания, а между тем, данный термин четко соответствует сути теории заговора. Никто не ставит под сомнение возможность существования финансово-промышленных и даже преступных групп, которые приводят к власти политиков, которые в дальнейшем вынуждены обслуживать их интересы. Никто не удивится, услышав, что в России существуют влиятельные люди, например, крупные бизнесмены, преследующие свои групповые и личные, обычно политико-экономические, интересы. То же самое и на Западе. Понятие «свой сенатор», когда речь идет о человеке, поставленном во власть какой-нибудь крупной бизнес-структурой, настолько обыденно в политическом американском лексиконе, что не вызывает никакой острой реакции. А много ли таких влиятельных людей? Конечно же нет. Именно в силу того, что речь идет о лицах, имеющих возможность продавливать выгодные им законы и решения на высшем уровне. То есть налицо еще один важнейший элемент теории заговора, наличия узкой группы влиятельных людей. Идем дальше. Разве хоть кто-то удивится, узнав, что практически вся экономика нашей страны контролируется очень узкой группой лиц? Да это такая банальность, что давно уже и не обсуждается. То же самое относится и к остальным странам мира, чьи ресурсы и экономика принадлежат или управляются буквально горсткой людей, принадлежащих к считанным финансово-промышленным кланам, многие из которых имеют долгую историю. И таким ли уж диким является предположение, что представители упомянутых кланов способны координировать между собой свою деятельность, договариваться и проводить согласованную политику. Что нелепого в данном предположении? Известный американский журналист Ричард Конеф долгое время занимался изучением стиля жизни богатейших семей мира. Свои наблюдения он изложил в книге «Естественная история богатых», ставшей бестселлером. В ней автор просто рассказывает о том, что едят представители мировой элиты, во что одеваются, как отдыхают, какие отношения царят в их кругу и так далее. Конеф ни слова не пишет о теории заговора, но вот любопытная вещь. Из его книги видно, что практически все представители мировой бизнес-элиты знают друг друга в лицо. Их дети ходят в одни и те же школы, а позже учатся в одних и тех же университетах. Одеваются они у одних и тех же кутерье, покупают одни и те же эксклюзивные машины у одних и тех же продавцов. В качестве развлечения посещают одни и те же закрытые клубы, отдыхают на одних и тех же курортах, то есть с молодых ногтей варятся в собственном соку. И хотя мировая элита состоит из представителей разных народов, у них общая система ценностей, своя собственная система опознавательных знаков, свой круг тем для обсуждения. По сути, мы имеем дело с особым квазинародом. Сам Каниф шутливо называет их отдельным человеческим видом. Шутки шутками, а доля правды в них есть. Вот насколько сильно отличается элитная богатейшая тусовка от остальных людей. Надо ли объяснять, что где экономика, там и политика? Надо ли говорить, что руководители крупнейших медиа империй являются частью элиты. То есть политические, экономические и информационные вопросы решаются узкой группой влиятельных лиц, чьи интересы тесно переплетены. Сложив кусочки картины, мы получаем теорию заговора в чистейшем виде. Во-первых, существует группа влиятельных лиц в стране и шире в мире. Во-вторых, данные лица имеют возможность вести успешную лоббистскую деятельность по проталкиванию выгодных им решений на высшем уровне. Парламент, правительство, президент. В-третьих, влиятельные лица способны договариваться между собой, а значит, проводить скоординированную политику. Итак, каждый пункт естественен и отнюдь не комичен, а вместе получаем теорию заговора, которую и обсуждать-то в приличном обществе нельзя. Получаем теорию, использование которой считается уделом параноиков и психопатов, верящих в то, что цены на нефть повышают зеленые человечки. А давайте попробуем пойти дальше в наших рассуждениях. Давайте подумаем, а выгодно ли мировой элите афишировать свою деятельность. Мировая элита ведет исключительно закрытый стиль жизни. Всевозможные папарацци, конечно, исправно снабжают остальное население фотографиями звезд. Но это все – лишь поверхностная пена. Журналистов не пускают туда, где вырабатываются серьезные решения. Надо уметь отличать места, где обсуждаются серьезные вопросы, от всевозможных балаганных саммитов и встреч. Все это – разновидность ток-шоу на потребу массам. Пусть смотрят по телевизору бодрые выступления политиков и слушают их бесконечное словоблудие о партнерстве, дружбе и сотрудничестве, поиске компромиссов и прочей ерунде. Не путайте говорящую голову, поставленную во власть корпорациями, с руководством корпораций. Это разные люди и о своих встречах и переговорах они предпочитают не трубить на всех углах. Конев приводит характернейший пример подобной скромности. Глава издательско-информационной группы «Томсон» лорд Кеннет Томсон – один из богатейших и влиятельнейших людей мира, почти неизвестен в своем родном городе. Его там мало кто знает в лицо. Также уместно процитировать Паршева. Вы можете сходить на экскурсию в Конгресс США и послушать там прения, но во время заседания руководства МВФ журналистов не подпускают даже близко к зданию. По совершенно естественным причинам властвующей элите невыгодно афишировать свою деятельность, публично брать ответственность за происходящее в стране и в мире им ни к чему. Для этого существуют говорящие головы. Правительства меняют как перчатки, президентов избирают каждые 4 года, а финансово-промышленные кланы и их интересы существуют десятками и даже сотнями лет. Уж это кое о чем-то говорит. Но простое замалчивание информации о себе – недостаточно эффективный способ оставаться серыми кардиналами, гораздо надежнее сделать так, чтобы самодеятельность властвующей элиты, истинной, а не публичной, не становилась предметом обсуждения. А для этого нет ничего лучше, чем окарикатурить и высмеять любые попытки обычного человека увидеть в исторических событиях не слепое сочетание случайностей, не действия объективных законов, которые от человека не зависят, а волю отдельных влиятельных личностей и узких элитарных групп. Вот поэтому-то в СМИ теорию заговора и подают в столь безумном виде, со всеми этими нелепыми масонами, опереточными гениями зла, всесильными агентами спецслужб и прочими фольклорными персонажами. Да и термин «теория заговора» сам по себе достаточно карикатурен. Так и всплывают киношные и литературные образы заговорщиков, собирающихся где-то в мрачных подземельях, предварительно скрыв лица шутовскими полумасками и договорившись использовать идиотские пароли. Разумеется, тех, кто верит в подобный бред, справедливо подозревают в психическом нездоровье. А теперь представьте другую картину. В частном клубе собираются респектабельные люди обсудить свои дела. Поскольку бизнес, политика и пиар – вещи тесно связанные, то в этом клубе можно встретить и бизнесменов, и политиков, и медиаруководителей. Нелепо? Совершенно нет. И древние римляне, положившие в основу знаменитого римского права принцип «Ищи, кому выгодно», не были дураками. В наше время данный принцип отнюдь не потерял актуальности. Можно умиляться на все эти движения экологов, но лучше обратить внимание на то, что их за уши не оттащишь от военных объектов. Можно верить всем этим организациям по планированию семьи, но лучше обратить внимание на то, что свою пропаганду ограничения рождаемости они ведут в стране, которая и так вымирает довольно быстрыми темпами. Можно со смехом вспоминать шумиху вокруг проблемы 2000, когда обывателя пугали программным сбоем, чреватым страшными катастрофами. Но лучше вспомнить, как под истерический шум отлично нажились коммерческие организации, получившие заказы на превентивную борьбу с этой мнимой, как показали дальнейшие события угрозой. Так что решайте сами, над чем вы смеетесь. Над жалкими параноиками? Или над собой?